Привет, друзья! Мои с вами Вальдемар не фудблогер, и мы сегодня готовим завтрак. Нет, обед. Нет. Мы сегодня готовим ужин, а точнее универсальное блюдо, которое можно подать в любое время дня. Я с детства знаю это блюдо как яхния. Яхния это тушеные овощи из болгарской кухни. Но за это блюдо, если добавить в него просто обычные яйца, спорят еще и израильская арабская кухня и называют его по-своему шакшука. Но мы не будем спорить, мы будем готовить и есть. Поехали! Летом мы традиционно готовим на открытом огне, поэтому ставим сковороду и щедро наливаем масло. Теперь быстренько, пока масло разогревается, по возможности мелко нарезаем лук, чеснок, помидоры и перец. Лук и чеснок отправляем в сковороду. Обжариваем буквально минуту, максимум две. В это время быстренько очищаем от семечек перец. Нарезаем его кусочками среднего размера. И не мешкая отправляем к луку с чесноком. Приступаем к нарезке помидор. В идеале помидоры должны быть летние, бабушкины, что называется, сладкие, чтобы не деревянные из магазина. Теперь отправляем сюда же помидоры. Сразу после добавления помидоров посолите. Это помогает помидорам быстрее пустить сок. Один маленький нюанс. Когда вы готовите что-либо из помидор, обязательно добавляйте немного сахара, потому что в помидорах очень много кислоты, и чем дольше они готовятся, тем активнее она выделяется. Сюда же нарисуем хороший большой пучок петрушки. И теперь периодически перемешивая, даем всему этому счастью как следует хорошенько протушиться. Это блюдо прекрасно тем, что туда идут фактически любые овощи, которые у вас есть здесь, прямо сейчас под рукой. В идеале туда еще можно закидать кабачков. Только кабачок нужно предварительно тонко порезать пластами и выложить на дно перед луком еще даже с чесноком и помидорами. Для того, чтобы как следует превратился в кашицу. Чем больше у вас сковорода, тем быстрее готовится это блюдо, потому что овощи активно выпариваются и становятся гуще. Если вы готовите это дома, то, естественно, сковородка у вас не такая большая, как у меня на открытом огне, и она будет готовиться чуть-чуть подольше, но от этого она не станет намного хуже. И теперь последнее. В это великолепие вбиваем 4 яйца. Ну или 6, смотря сколько у вас на роду. Яйца сверху обязательно слегка досаливаем. При желании можно поперчить, конечно, но блюдо и так получится достаточно пряным. Ну что, ребята, все готово, пора снимать с огня. Народ, я даже не буду перекладывать это в тарелку, потому что такое блюдо на самом деле нужно есть прямо вот так, из сковороды, которая ставится в центр стола, дают всем по куску хлеба, и прямо хлебом макаем туда и едим. Ну или пользуемся, как я, стандартной европейской ложкой, с помощью которой я сейчас наше блюдо и попробую. Ребята, это абсолютно идеальное летнее блюдо. И я вам скажу, что так вкусно, как сейчас, мне может быть только подписчикам нашего канала. Поэтому нажимаем кнопку подписаться, жмем колокольчик, готовим, едим вкусно по-летнему. С нами на свежем воздухе. С вами был Вальдемарний футблогер. И приятного аппетита.